Прочитав такой кричащий заголовок, вы можете заподозрить автора в видео в лукавстве. Казалось бы, какая тайна может содержаться в молоке? Однако процесс образования этого продукта стал известен относительно недавно, тогда как в Коране, неспосланном более 14 веков назад, об этом рассказывается достаточно подробно. Господь в Писании говорит, «Воистину, в вашем скоте для вас назидание. Мы поим вас тем, что внутри их тел, происходящим из смеси между содержимым их кишок и крови, молоком чистым и приятным для пьющих». Смысл 66 аята Суры Ан-Нахль. Вот так прокомментировал этот аят известный французский исследователь, врач-гастроэнтеролог Марис Букай в книге «Библия, Коран и наука». Если взглянуть на этот аят с научной точки зрения, то для понимания его смысла необходимо обратиться к чисто физиологическим понятиям. Питательные вещества для организма образуются в результате химических реакций расщепления пищи, происходящих по всей длине пищеварительного тракта. Первоначально эти вещества присутствуют в содержимом кишечника. Как только химическая реакция расщепления достигает окончательной стадии, эти вещества просачиваются сквозь стенки кишок и попадают в систему кровообращения. Процесс перехода веществ в кровь может происходить двояким путём – непосредственно через лимфатические сосуды или же опосредственно через воротные системы кровообращения. В последнем случае питающие вещества попадают сначала в печень, где претерпевают изменения, а затем уже в кровеносную систему. Компоненты молока вырабатываются молочными желёзами. Питательные вещества, поступающие в эти желёзы, также образуются в результате переваривания пищи и доносятся к молочным желёзам потоком крови в сосудах. Так что кровь играет роль накопителя и проводника всего того, что получено из пищи, поставляя питательные вещества в молочные желёзы, вырабатывающие молоко, как и к другим органам тела. Следовательно, исходный процесс, приводящий в движение всё остальное, это происходящее после реакции расщепления соединения содержимого кишечника через его стенки с кровью, иными словами, попадание этого содержимого в кровеносные сосуды, пронизывающие стенки кишечника. Этот сложнейший процесс был до мельчайших тонкостей изучен в ходе исследований химических и физиологических аспектов функционирования пищеварительной системы. Во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алию салям, о нём вообще ничего не было известно, ведь принцип функционирования системы кровообращения был открыт Гарвеем приблизительно через 10 веков после неспослания Откровения Корана. Я считаю, что факту присутствия в Коране аята, где затронуты эти понятия, не может быть найдено никакого человеческого объяснения, так как он был сформулирован в период, когда все такие понятия были покрыты глубокой тайной. Каждому своему созданию Всевышний Аллах дал соответствующий ему удел. Каждый человек непременно получит уготованное ему пропитание, но люди по-разному зарабатывают свой кусок хлеба. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, побуждал своих последователей к тому, чтобы они всегда зарабатывали на жизнь своим трудом, чтобы таким образом, воздерживаясь от попрощайничества, избегать стремления к получению подарков от людей. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал, смысл, а когда будет закончен еженедельный джума-намаз, общая пятничная молитва, то расходитесь по земле, чтобы торговать и выполнять свои дела, и ищите свое удел от щедрости Аллаха. Поистине, ваш удел находится у Всевышнего Аллаха, который является щедрым благодетелем. В этом аяте Всевышний Аллах указывает, чтобы мы зарабатывали себе на жизнь и при этом не забывали, у кого находится наш удел. Поэтому нам следует всегда просить о пропитании у Всевышнего. Передается, что Рак ибн Малик, да будет доволен им Аллах, после джума-намаза выходил из мечети и, стоя у ее дверей, говорил, «О Аллах, я принял твое приглашение и совершил намаз, который ты вменил мне в обязанность, и я вышел, исполняя твое повеление, дай же из своей щедрости мне необходимые средства к существованию, ведь ты лучший из дающих пропитание». Также передается от некоторых праведных предшественников. Кто будет продавать и покупать в пятницу после джума-намаза, получит в 70 раз больше благодати. Что касается слов Всевышнего «И поминайте Аллаха часто, вы преуспеете в этом мире и вечной жизни», то они призывают поминать Всевышнего Аллаха во время продажи, покупки, когда что-то дают или берут, и во время других дел. И пусть ваши земные заботы не отвлекают вас от того, что может вам принести пользу в мире вечном. Поэтому в хадисе пророка, который передается от Умара ибн Аль-Каттаба, да будет доволен им Аллах, говорится, «Если человек, который придет на рынок, скажет, нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, он оживляет и умершвляет, а сам он живой, который не умрет, у него есть благо, и он всемогущ, Аллах запишет ему в совершении тысячи тысяч добрых дел, сотрет записи от тысячи тысяч его дурных дел и возвысит его на тысячу тысяч ступеней». Адис передали имама Ахмад от Тирмези ибн Амаджа. «Всевышний Аллах призывает нас зарабатывать на жизнь дозволенным путем, и при этом не забывать поминать его, помня о том, что все наше пропитание находится у него». «Всевышний Аллах не запретил нам принимать от других средства на жизнь, но он передал своим рабам через своего посланника, что нам лучше собирать дрова и продавать их за еду, чем просить у людей пропитание». От Абу Абдуллаха Аз-Зубайра ибн Аляуамы, то будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, сказал, «Поистине, любому из вас взять свои веревки, а потом отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать ее, благодаря чему Аллах убережет вас от нужды, будет лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему что-то, но могут и отказать». Адис передали имама Ахмад, Бухари и ибн Амаджа. В другом хадисе, который передается от Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, сказал, «Поистине, любому из вас нарубить вязанку дров и принести их на своей спине, будет лучше, чем просить кого-нибудь, кто может дать ему что-то, но может и отказать». Адис передали имаму Бухари, муслим, от Тирмези и Анна Саи. Если изучить историю предыдущих пророков миром, мы найдем, что и они зарабатывали средства на жизнь своими руками и питались только тем, что зарабатывали собственноручно. От Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «Пророк Дауд мир ему, питался лишь тем, на что он зарабатывал своими руками». Адис передали имамы Бухари и Ибн Хиббан. Пророк Дауд мир ему, тратил на себя лишь то, что получал от продажи кольчуг, который он делал собственными руками, несмотря на то, что он был царем. Также от Абу Гурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник, алейиссаляту вассалям, сказал, «Пророк Закария мир ему, был плотником». Адис передали имама Муслим, Ибн Маджа и Ибн Хиббан. Поэтому и нам следует зарабатывать себе на пропитании собственными руками, ибо такой заработок является сунной пророков миром. От Аль-Мигдама бин Маади Кариба, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейиссаляту вассалям, сказал, «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал своими руками». И поистине, пророк Аллаха Дауд, да благословит его Аллах и приветствует, питался тем, на что он зарабатывал своими руками. Адис передали имама Ахмад, Бухари и Ибн Маджа. Дай Аллах нам Тауфек есть лучшую еду, заработанную своими руками. Аминь.